Останется ли на своем посту глава федеральной таможенной службы Андрей Беленинов? Большой вопрос. После обысков в его квартире и кабинете заговорили об отставке. В Кремле же уверяют им, ничего об этом не известно. Правоохранители наведались не только к Беленинову, но и к его заместителям Руслану Давыдову Андрею Струкову. Как заявил официальный представитель следкома Владимир Маркин, их подозревают в причастности к контрабанде спиртного. В рамках дела уже предъявлены обвинения руководителям нескольких крупных компаний. Были проведены обыски и по месту жительства и работы президента страховой компании «Арсенал» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм и чья деятельность тесно связана с Федеральной таможенной службой России. Следователями изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования этого уголовного дела. Расследование идет уже несколько месяцев, а стартовало анонс обнаружения на таможенном посту пригороде Санкт-Петербурга двух с лишним тысяч бутылок элитного алкоголя, в том числе, к примеру, коньяка «Карбузье» 1912 года. Эксклюзивные напитки пытались растаможить под видом строительного герметика. После этого спецслужбы арестовали пятерых бизнесменов, в том числе миллиардера Дмитрия Михальченко, которого считают главным фигурантом дела. Продолжение следует...